Здравствуйте, дорогие друзья, садоводы и огородники! Я снова вас всех приветствую на своем канале Высаду Левогороди и у себя в гостях! И сегодня мы с вами, пожалуй, приготовим вкусный-вкусный домашний квас. Но ничего лучше нет, как вот именно сейчас в такой жару, поесть окрошки и выпить хорошего-хорошего кваску. Не купленного в магазине, а сделанного своими руками. Ну что ж, что нам понадобится для данного моего кваса? Мы его делаем постоянно и нам он очень нравится. Я всегда использую сухари, черные сухари. Ну, хлеб, конечно, я пеку свой. Хлеб у меня бездрожжевой, но вы можете купить хлеб в магазине и заранее насушить сухари. Немножечко даже они должны быть вот такие вот как бы подзажаренные. Квас тогда от этого будет более ароматные и у него будет насыщенный такой цвет. Мы берем с вами трехлитровую банку и берем, ну, не жалея, две хорошие вот такие пригоршни сухаря. Сухари можно не жалеть. Вот так. Если посмотреть в банку, еще добавим, то должно вот так быть прикрыто сухарями. Вот столько. Мы добавляем сухари. Что мы делаем с вами далее? Мы должны добавить пять столовых ложек сахарного песка. Раз, два, три, четыре, пять. И мы должны наши сухари с вами заварить хорошим-хорошим кипятком. То есть только закипел чайник, мы его снимаем с плиты и завариваем наши сухари. Не забудьте подложить под банку нож, чтобы баночка ваша не лопнула. Мы берем и заливаем. И это все вот таким крутым-крутым кипятком. Но наливаем банку не совсем полную. Вот так. Вот где-то вот так по плечике. Потому что мы еще оставим место потом, чтобы вылить нам с вами дрожжи. Ну что ж, вот сделали с вами сухари. Размешаем сахарный песок наш. Видите, уже сухари отдают свой цвет и вода окрашивается в коричневый такой оттенок. Ставим банку в сторону. Обязательно вода должна остыть в банке. Ну даже вот если вот немножечко, я еще, наверное, подкипячу воды, можно будет еще чуть-чуть прям водички немножко добавить. Вот столько. Вот столько у нас должно быть с вами воды. Сухари с водичкой у нас с вами остывают. Мы теперь с вами займемся дрожжами. Мы должны будем взять, ну я беру вот такие быстродействующие дрожжи, обычные, и беру вот так, пол чайной ложки дрожжей. Мы их должны с вами развести в стаканик с водой. Немножечко, чуть-чуть добавить сахарного песка. Совсем чуть-чуть для того, чтобы наши дрожжи оживились и начали играть. Заготовка для кваса наша остыла. Она должна быть теплой. Где-то примерно комнатной температуры, даже можно чуть-чуть потеплее. И если посмотрим мы внимательно, вы посмотрите, видите, мы дрожжи как бы сухие наши оживили. То есть появилась вот такая пенка. Теперь в наш квас мы выливаем наши дрожжи. Вот так это мы делаем. Полную банку очень не делайте, потому что будет происходить процесс брожения. Закрываем крышкой. Когда мы залили дрожжи, мы наш квас ставим на солнышко, где-то на окошко на сутки. Ну что ж, мы снова возвращаемся к нашему квасу. У нас прошли с вами сутки. Если мы посмотрим, обратим внимание, вы видите, хлеб весь поднялся вверх. Квас у нас с вами играет. Когда мы будем с вами ставить квас где-то на окошко, потому что он может немножко подтекать, вы, пожалуйста, поставьте тарелку. И про сухари я хочу сказать. Кто не любит очень, как бы вкус, да, может быть, присутствие хлеба в квасе, тогда вы добавьте одну горсть сухарей. И если кто-то любит все-таки, чтобы квас как бы пах ароматом хлеба, тогда две горсти. Вот как делала я. Ну что ж, что мы теперь должны сделать с нашим квасом? Мы его с вами должны процедить. Обязательно берем сито. Вот у меня мелкое сито. На сито мы кладем вот так марлечку и процеживаем наш квас. Так, квас мы процедили. И если мы сейчас с вами посмотрим внимательно, да, у нас как бы вот так остается с вами хлеб. Хлеб своего рода. Это снова закваска. Закваска, которая нам пригодится с вами для следующего приготовления кваса. То есть в следующем приготовлении мы с вами не будем использовать... Нет, пожалуйста, можно и использовать дрожжи, но не пользоваться закваской. А можно пользоваться закваской. Тогда просто этой закваске достаточно на трехлитровую банку положить где-то примерно полстакана этой закваски, чтобы наш квас снова играл. Но, опять-таки, процедура такая же, то же самое. Квас, запаренные сухари, они должны остыть. А вот потом мы тогда уже кладем с вами или вот эту закваску, наши сухари, или квас. Или дрожжи. О, дрожжи, да, извините. Я думаю, я вас не запутала. Но если запутала, зададите вопрос, и я вам отвечу. Ну что ж, мы наш квас процедили. Теперь что? Вы должны его попробовать. Попробовать на сахар. Достаточно вам сахара или нет. Потому что кто-то, допустим, может быть, будет есть окрошку и не надо очень сладкий квас. А кто-то любит послаще. Тогда мы с вами что делаем? Мы берем опять чистую трехлитровую банку. В банку уже мы кладем с вами изюм. Ну, изюма примерно вот где-то столовая ложка у меня здесь. Изюм просто моем. Не запариваем ничего. Моем. Кладем изюм. И наш просыженный квас мы добавляем в трехлитровую нашу банку. Вот так. Квас получается меньше, потому что у нас был хлеб. Вы можете взять двухлитровую банку. И что теперь? Если надо вам, говорю, послаще, вы прямо сюда снова добавляете сахарный песок. Может быть, одну ложку столовую. Но это уже о вкусах не спорят. Мы берем наш квас. Закрываем с вами крышкой. И уже вот в таком состоянии мы квас ставим в холодильник. Вот когда он в холодильнике постоит, он вот действительно возьмет всю силу кваса. И он становится очень-очень вкусный. Такой ядреный. Такой рецепт семейного кваса я хотела вам сегодня рассказать, с вами поделиться. С вами, как всегда, была Юлия Меняева на своем канале Высаду Левогороди. Подписывайтесь. Пока! Пока!